Добрый вечер с новостями к этому часу Алия Абитова коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что прогнозируют сейсмологи на ближайшие два года? И какие способы самозащиты изобретают алматинцы? Возмущены до предела. Мамы особенных детей в Ак-Тубе требуют социальную поддержку. В Караганде избитому водителю не от ложки. Нужна вторая операция. Об этом сегодня в зале суда сообщил сам Туригали Берикалёлы. Во время очередного слушания потерпевший и обвиняемый рассказали новые подробности инцидента. Напомню, больше месяца назад местный житель напал на сотрудника скорой помощи из-за неправильной парковки. После чего подался в бега и был задержан. Продолжение резонансного дела в материале Рустама Аралбаева. На этом слушании в зале суда лицом к лицу встретились подсудимые потерпевшие. Оба дали показания и рассказали свои версии произошедшего. Судья также выслушал защитников, свидетелей и сторону обвинения. Своими противоправными действиями такие бои посягнул на общественный порядок, нарушив сложившуюся в обществе систему взаимоотношений между людьми, правил поведения, определенных нормативными актами и нормами морали. В результате чего, нарушив деятельность ККП, так как Беркхалилу не мог продолжать осуществлять свои возложенные на него функциональные обязанности по оказанию граждан экстренной медицинской помощи. После случившегося подсудимый Нурбулат Дакибаев несколько дней находился в розыске. Однако сам он заявил, что все это время не знал об этом. А услышав, решил сдаться полиции. Я ему сказал, в чем ты здесь стоишь? Он мне сказал, что я пришел за пациентом. Я говорю, да, знаешь, что ты за пациентом пришел. У машины же можно, вот спереди, 10-9 метров от силы. Там можно припарковать машину, там стоянка была. Потерпевший теперь намерен просить провести еще одну экспертизу и потребовать у подсудимого компенсацию за причиненный его здоровью ущерб, поскольку из-за полученных травм он готовится ко второй операции. Завтра я ложусь в больницу Маканжанова. Врач сказал, что мне нужна операция на нос, поскольку повреждения сильные. Сколько дней потребуется на лечение, неизвестно. По итогам слушания суд решение пока не вынес. Следующее заседание назначено на 20 марта. Рустам Раубаев, Максат Бесинаев, телеканал Алматы, Караганда. Решение присяжных можно обжаловать в апелляционном суде. Об этом заявил министр юстиции Азамат Яскараев Кулар Ахмажелиса, комментируя дело Бешимбаева. Напомню, что суд по делу экс-министра нацэкономики Кондека Бешимбаева состоится с участием присяжных заседателей. Такое решение накануне приняла судья Айжан Кульбаева. Бывшего чиновника судят по статьям убийства, совершенные с особой жестокостью и истязанием. Его подозревают в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Громкое судебное разбирательство назначено на 27 марта. Пожалуйста, конечно. В рамках законодательства до вступления в силу любого приговора есть соответствующее время для подачи обжалований. Тем временем, новый подход в проведение суда присяжных намерено внедрить депутаты. Народный избранник Абзал Куспан сегодня сообщил, что рассматриваются поправки, предложенные одной из партий. В частности, они предлагают вернуться к классической схеме с участием 12 человек вместо 10. И обеспечить отдельное от судьи голосование, чтобы исключить возможность влияния на присяжных. Сейчас по действующему УПК голосование происходит таким образом. Завершается рассмотрение уголовного дела, и в зале остается судья с судебными присяжными. И они могут как-то повлиять на решение суда присяжных. Почему? Потому что они не являются юристами, то есть они не профессионалы. Поэтому этот вопрос сейчас рассматривается. Следствие по резонансному делу об убийстве пастуха в селе Каракисте Калматинской области затянулось на 9 месяцев. Об этом в нашей редакции сообщили родные Нурсултана Насипханулы. Напомню, 40-летнего мужчину со второй группой инвалидности нашли мертвым с ножевыми ранениями в нескольких километрах от Аула, где он проживал. Тогда же в его жестокой расправе заподозрили и задержали односельчанина. А по факту возбудили уголовное дело, которое до суда так и не дошло. Почему? Попыталась выяснить моя коллега Аида Имманали. Почти год назад вот в этом месте нашли бездыханное тело 40-летнего пастуха с ножевыми ранениями в области груди. Тогда по делу задержали 19-летнего подозреваемого. Однако, по словам родных, справедливости они все еще не добились. Это те самые жуткие кадры, на которых предположительно убиты Насипханулы, которые сделали его родные. Мужчину нашли на пустыре в нескольких километрах от села Каракистек. Последний раз многодетного отца видели 11 июня 2023 года. Он вышел из дома, но так и не вернулся. Следствие по данному делу, говорит супруга убитого пастуха, до сих пор продолжается. Дело об убийстве не сдвинулось с мертвой точки. До сих пор неизвестно, кто зверски убил моего мужа. Дети каждый раз спрашивают о своем отце. А мне ответить нечего. Мы остались без единственного кормильца. Родные Насипханулы уверены, что его убили умышленно из-за денег, которые он накопил на нужды семьи. Они часто навещают его могилу, а недавно дали поминальный обед. Он был безобидным. Мой брат был инвалидом второй группы. У него были проблемы с рукой и ногой. Несмотря на ограниченные возможности, он кормил свою семью. Не понимаю, кому он перешел дорогу, что с ним так зверски обошлись. Сейчас подозреваемый в жестокой расправе находится в следственном изоляторе Жамбулского района. А родители 19-летнего парня не верят в то, что их сын мог совершить подобное. Напротив, они считают, что виновные на свободе. Правду должны знать все. Я не считаю, что мой сын убийца. Здесь есть другие люди, которые все еще находятся на свободе. Нашли камеру видеонаблюдения с того пустыря, но там отчетливо видно, что это не машина моего сына. Единственное мое требование – это чтобы все знали правду. Тем временем в полиции отметили, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные понесут наказание. В ходе оперативно-радостных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали гражданина Каа 2004 года рождения и взяли его под стражу. В настоящее время материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения. Сейчас следователи ведут расследование по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Аида Имман Алиса, Гангалиму Найтпасов, телеканал Алматы, Алматинская область. К восьми годам колонии приговорили жительницу Атырау за попытку продать собственных детей. По данным суда, женщина вступила в сговор с семейной парой о продаже своего ребенка. После одной удачной сделки она вновь забеременела и пообещала передать новорожденного сразу двум семейным парам за определенную сумму. Однако, взяв с них деньги, не вышла на связь. В результате потерпевшим причинен ущерб на 2 миллиона 300 тысяч тенге. Ради второго малыша подсудимая передала его другой, третьей семье, члена которой перечисляли ей деньги во время беременности. К преступным схемам по продаже были вовлечены еще 4 человека. Их приговорили к 3 годам лишения свободы каждого. Дело рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и адвокатов, которые просили отменить решение суда и вынести оправдательный приговор. Коллегия, изучив жалобы сторон, не нашла оснований для изменения или отмены приговора. Вердикт суда первой инстанции оставлен без изменения. Апелляционные жалобы без удовлетворения. В области Улытау 8-летняя школьница упала в яму и получила обморожение первой степени. Инцидент произошел на территории школы 29 февраля. В результате учащуюся пришлось госпитализировать в областную больницу. Сейчас девочка нуждается в повторном обследовании. В самой администрации учебного заведения перекладывают вину на рабочих, которых прислал Акимат. Все подробности у Адель Акжаркеновой. Ученица младших классов упала в открытую яму, когда возвращалась домой со школы. Неогороженную глубокую канаву занесло снегом, и девочка ее не заметила. О том, что это место опасно, учащихся не предупредили. Мать пострадавшей школьницы, которая оказалась на волосок от смерти, возмущена тем, что после случившегося состоянием ребенка никто не поинтересовался. После инцидента у моего ребенка появилась тахикардия. Когда привезли в больницу, врачи поставили ей диагноз переохлаждения первой степени. Когда я приехала, чтобы забрать Айзере с уроков, навстречу мне выбежали два мальчика и сказали, что она тонет. Когда я подбежала к дочери, ей уже оказывали первую помощь. Айзере лежала в воде в этой яме. Директор школы своей вины в случившемся не видит. По ее словам, после очередного ремонта водопровода рабочие не закопали вырытую яму. И виноват в этом, по ее словам, районный Акимат. Запах из туалета стоял на всю школу. Мы не могли своими силами отремонтировать водопровод. И направили письмо руководителю отдела образования Багдату Кабденовичу и Акиму Лутауского района Аманжулу Батырбековичу. Нам прислали несколько человек. Они все проверили и провели раскопки. Починили трубы, но яму не зарыли. В районном Акимате же заявили, что закрыть котлован администрация школы должна была своими силами. Впрочем, сейчас по факту произошедшего ведется следствие. Поговорили с отцом пострадавшего ребенка. Он сказал, что никакая помощь не требуется. Девочка сейчас находится дома. В домашних условиях с соответствующим лечением. Позже, из-за промерзания почвы, мы насыпали туда залу и сверху один камаз грунтом. Закрыли дверь корта и натянули ленту. В настоящее время поступило заявление. Ведется следствие. Тем временем, саму восьмилетнюю озере, которую пять дней лечили в районной больнице, родителям пришлось увезти в Карагандинскую область, так как девочке необходимо провести повторное обследование. Аделья Кжаркенова, Даля Насипова, Алтынгуль Толегенова, телеканал Алматы. Гуськаминогорские талые воды топят центральные улицы, дворы и подземные переходы. А на окраине областного центра пешеходы передвигаются чуть ли не вплавь. Тем временем, жители нескольких сел в Восточном Казахстане с ужасом ждут активного таяния льда на реках. На помощь сельчанам уже прибыли солдаты воинских частей области Абай. Чтобы минимизировать последствия масштабных паводков, спасатели начали взрывные работы на крупных реках. Смогут ли техногенные методы профилактики предотвратить природный катаклизм, попытался узнать Руслан Мухаммедьяров. Усть-Каменогорске потепление вызвало у горожан двояко-чувства. С одной стороны, люди обрадовались приходу весны, а с другой – улицы города потопили талые воды. Жителям с трудом удается обходить огромные лужи. Конечно, сложно, вообще ужас. Вообще канализационные трубы закрыты, воды вообще во дворах, вообще ужас. Почему-то тротуары зимой не чистились, поэтому лужи кругом прыгаем, ходим. Вот и с ребенком так же. Вот где чистилось, видите, чисто. А где не чистилось, лужи стоят. Пенсионерка Надежда Ивановна, несмотря на солидный возраст, вынуждена проходить по несколько кварталов, чтобы просто перейти дорогу. Говорить с приходом весны в районе залило все переходы. Из года в год повторяется одно и то же. Вчера откачивали, а вы видите, с утра снова то же самое. Ливневка не работает. Здесь ливневые люки есть, но ливневка забита, скорее всего. На окраинах Усть-Каменогорска ситуация еще хуже. В микрорайоне Шигыз дети чуть ли не вплавь преодолевают дорогу до школы. В селах Герасимовка в Глубоком и Айртау в Иландском районах вода стоит прямо во дворах жителей. Люди сами пытаются защитить свои дома. В Курчуме и в районе Алтай снега столько, что профильное министерство заблаговременно отправило туда солдат из семьи. Они теперь помогают очищать реки в ожидании активного таяния всей этой массы. Высота покрова до сих пор больше метра. В Шамонахе же угрозу несет река Уба. Ежегодно проблему создают ледяные заторы, которые мешают течению. И вода идет поверх льда, попутно выходя из берегов. Поэтому единственный выход – профилактические взрывы. У нас по области определено пять районов, где необходимо проведение профилактических взрывных работ для профилактики затора опасных явлений. На сегодняшний день у нас проведены взрывные работы профилактические в Шамонахинском районе. Также запланированы в марте в месяц в ближайшие в районе Алтай. Всего в зоне риска в регионе более 3,5 тысяч жилых домов в шести районах. Поэтому к опасному сезону здесь подготовили около 700 единиц техники. На службе свыше 200 человек личного состава. В целом же на противопаводковые работы из бюджета выделено порядка 2,5 миллиардов тенге. Руслан Мухамедьяров, телеканал «Аматы», Восточно-Казахстанская область. Также в зоне риска находятся жители Карагандинской области. Там из-за паводков могут остаться под водой более 150 жилых массивов. Угрозу подтоплений подтвердили в областном департаменте ПЧС. По данным специалистов, больше чем в 20 селах региона не провели подготовку к паводкоопасному периоду. За ситуацией в регионе следят с помощью спутников. Работы по обеспечению безопасности населения начнутся на следующей неделе. В эту пятницу все службы уже должны прийти в готовность. Раньше мы устанавливали срок до 20 марта, однако в этом году ситуация изменилась. Угроза может наступить и раньше, поэтому и соответствующие работы начнутся заранее. Вы смотрите новости и вот что вас ждет во второй части выпуска. Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Очередное землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи. На этот раз очаг находился в более чем 500 километрах от Алматы на территории Китая. На фоне участившихся подземных толчков спасательные службы усилили подготовку к возможным ЧАЭС. Сегодня специалисты отработали действия по спасению и извлечению пострадавших из-под завалов после разрушительных подземных толчков. Если вы остались под завалами, главное сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Необходимо экономить воздух, не пытаться вызволиться самим и подать сигнал спасателям. Хорошо, если вы успели взять с собой тревожный чемоданчик со свистком и фонариком. Рекомендуем подготовить это заблаговременно. В этом году служба спасения Алматы планирует закупить оборудование для поиска людей под завалами на 100 миллионов тенге. Эта новость стала причиной появления фейковой информации в соцсетях. Интернет-пользователи предположили, что ведомство готовится к крупному стихийному бедствию. Однако представители службы спасения все опровергли и заверили, что поводов для беспокойств нет. А вот решение о закупе спецоборудования приняли в прошлом году. Людям абсолютно переживать не стоит. Мы, служба спасения, готовятся к различным ситуациям. Оборудование является неотъемлемой частью работы спасателей. Ну а несмотря на участившиеся авторшоки, в Алматы наблюдается спад сейсмической активности. Об этом написал главный сейсмолог Кыргызстана. Канад Абдрахматов прогнозирует дальнейшее ослабление периода активных подземных толчков, которые завершатся в 2026 году. К такому выводу ученый пришел после череды исследований и стат данных, полученных в разные годы после Вернинского землетрясения. Впрочем, январское и мартовское потрясения заставили жителей города всерьез задуматься о правилах поведения и средствах защиты при ЧАЭС. Амина Усенова о новых мерах предосторожности. Алматинский изобретатель Сергей Старков еще 20 лет назад разработал в своем доме так называемый жесткий модуль. Металлическое укрытие вмещает от одного до четырех человек и тревожный чемоданчик на случай разрушительного землетрясения. По словам разработчика, его конструкция способна выдержать вес до 200 тонн. Минимальную площадь занимает, примерно как кабина лифта. Обладает достаточной прочностью. Методы сопромата позволяют рассчитать все. Не превышает по весу вместе с людьми нагрузку, допустимую на перекрытие, на межэтажное перекрытие. И позволяет себя комфортно чувствовать при землетрясении. Крепится или к капитальной стене, или к полу межэтажному перекрытию, если нет капитальной стены. Впрочем, такое сооружение позволить себе пока может не каждый. Пенсионерка Любовь Недельская живет одна в многоэтажном доме в микрорайоне «Орбита-1». Пожилая женщина не знает, где ей прятаться и что делать во время землетрясения. Страх после последних сильно ощутимых подземных толчков ее до сих пор не покидает. Я взяла веничек и хотела подмести. Только вот сюда, сюда подмела немножко. А меня вот, знаете, вот как вот, бух, вот так вот. Я неожиданно, я не ожидала, что это землетрясение. И меня как это, вот этот веничек уронило, и меня туда, в прохожую эту комнату, это бросило туда меня. И я потом уже поняла, что это было землетрясение. К примеру, по словам специалистов, в этой квартире отсутствуют несущие стены. Самым безопасным местом спасатели обозначили входной проход. В остальных же комнатах стены непрочные. Есть мебель, которая просто может упасть на человека. Сейчас сотрудники по ЧАЭС проводят обходы по жилым домам горожан. Разъясняют, каким мерам необходимо прибегать во время чрезвычайной ситуации. Так, например, оказалось, что в квартире пенсионерки Любовь Недельской очень много лишней мебели, а дом в основном построен из кирпича. Есть 10 элементарных правил. Какие документы, средства должны быть в тревожном чемоданчике. Обозначаем эвакуационные пути в здании. В наших планах по нашему району обойти свыше 1900 квартир. Между тем, несмотря на два сильных землетрясения, которые произошли в Алматы 23 января и 4 марта, главный сейсмолог Кыргызстана Канад Абдрахматов спрогнозировал ослабление периода активных подземных толчков. По его наблюдениям, после каждых ощутимых подземных толчков наблюдается спад сейсмической активности, которая должна завершиться в 2026 году. Амина Усенова, Хангельда Ахмедханов, телеканал Алматы. В Алматы сносят ЖК «Мечта», суды по которому длились около двух лет. По данным городского управления градостроительного контроля, при возведении жилого объекта допущены многочисленные нарушения, а также отсутствовали разрешительные документы. ЖК строился под видом частного дома. Летом 2022 года заказчику выдали предписание об устранении всех нарушений, которые впоследствии так и не были исполнены. Вскоре последовали продолжительные судебные разбирательства. Жилой комплекс ранее был признан нежелательным для покупки. Он вошел в опубликованный список 54 объектов горной местности, возводимых с нарушением требований законодательства и строительных норм. 20 июля 2023 года постановлением Алматинского городского суда исковые требования управления о сносе удовлетворены. 30 января 2024 года Верховный суд постановления Алматинского городского суда оставил без изменения. На глазах осыпается потолок и рушатся стены. Жители многоквартирного дома в Петропавловске требуют переселить их из аварийного жилья. По словам жильцов, здание, построенное в середине прошлого века, сегодня даже опасно находиться. Местные власти тем временем заверяют, что дому все еще не присвоили статус ветхого жилья. Почему в жилищной инспекции никак не реагируют на многочисленные жалобы жителей и как теперь людям добиться переселения? Подробности у Нургуль Алины. Дома холодно, вот видите, обогреватель у нас, он не выключается. Мы ходим в дом, вот валенки, на мне вот одежда вот такая. Сауля Шаимова живет в этом доме больше 30 лет. Все эти годы женщина ухаживает за сыном-инвалидом. Однако справляться с нелегкой ношей становится все труднее, признается пенсионерка. В ее двухкомнатной квартире начал разрушаться потолок. В прихожей разваливается пол и осыпаются стены. Вот на дворе 21 век, а мы в доме ходим в валенках, в теплой одежде, в туалет, извините, пожалуйста, ходим на улицу, таскаем воду с колонки. Полы скрипят, потому что в любой момент они могут провалиться. Делаем ремонт мы ежегодно. Как выяснилось, эту ветхую двухэтажку построили еще в середине прошлого века. С момента возведения здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. В доме полностью отсутствует канализация и водоснабжение. Как отмечают жильцы, плачевную ситуацию усложняет идущая рядом стройка. От толчков и вибраций в доме разрушаются стены, уверены местные. А весной, наверное, вообще будем плавать, потому что воде некуда будет уходить. А стены у нас насыпные. А сейчас от того, что вибрация, когда свая вбивали, у нас насыпь вся вниз ушла. Ветер чуть 15 метров в секунду. Все у нас холодина. Хотелось бы, чтобы нас снесли, естественно. Потому что здесь условий вообще никаких нет. По словам жильцов, дом признали аварийным еще в 2008 году. Однако в Акимате эту информацию опровергли. И чтобы все-таки признать здание непригодным для жизни, необходимо получить заключение экспертной комиссии, сообщили чиновники. Для того, чтобы получить статус аварийного, нужно техническое заключение. Поэтому дома у нас нет технического заключения. Чтобы получить техническое заключение, нужно аккредитованную организацию и это заказать, техническое заключение и принести к нам. Тогда мы включим его в список аварийных домов. Но техническое обследование делать за счет заказчика. Также еще хочу напомнить, что, хотя в 2009 гражданского кодекса каждый собственник несет бремя содержания своего имущества. Всего в регионе около полусотни домов официально признаны аварийными. Владельцы ветхого жилья участвуют в концепции по реновации. Как сообщили местные власти, согласно проекту, в области планируют снести 28 домов до 2029 года. Нургуль Алина, Азамат Елюбаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область. В Актибинской области свыше 200 детей с синдромом Дауна годами не могут пройти необходимую реабилитацию. По словам родителей особенных малышей, в регионе отсутствует социальная поддержка этой категории людей и катастрофически не хватает квалифицированных специалистов. Обеспечить качественное лечение и эффективный процесс обучения солнечным детям сможет лишь строительство ресурсного центра, считают родители. Что думают местные власти о реализации инклюзивного проекта, узнавала Лейла Ауэсова. Дети с синдромом Дауна развиваются совершенно иначе по сравнению со здоровыми сверстниками. Солнечные малыши с трудом запоминают слова, позже начинают сидеть и ходить, а также контактировать с окружающим миром. К сожалению, болезнь не поддается лечению, говорят медики. А пациенты с тяжелым диагнозом нуждаются в постоянном сопровождении и грамотном обучении. С острой проблемой отсутствия квалифицированной помощи сегодня столкнулись свыше 200 особенных детей в Октябренской области. Мы хотим попросить финансовую помощь именно для центра «Коритес». Мой ребенок ходил год сюда. У нее появились навыки. Она начала писать, начала соединять буквы, начала читать слогами. В другом центре, в реабилитационном, таких программ нет. По словам родителей, в регионе практически не оказывают социальную помощь особенным детям. В прошлом году женщины с трудом смогли оформить несколько бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение. Многие из них в одиночку поднимают своих детей. К примеру, Гульмира Умарова без чьей-либо поддержки расти 13-летнего подростка. Мы хотим, чтобы центр наш профинансировали. И такие центры существуют во многих городах Казахстана. Они работают бесплатно при поддержке Акимата, при поддержке благотворительных фондов. Но в Ахтюбе у нас для детей с синдромом Дауна нет ни одного центра. Мы получаем пенсию. Хорошо, эта пенсия не хватает, так как половина родителей не работают. Мы не можем оставить детей одних дома. Вот уже два года частному центру с финансированием помогает Международный благотворительный фонд. Помещение предоставили бесплатно. Однако родителям приходится оплачивать услуги специалиста. Сейчас в Актюбинской области на учёте состоят около 5000 детей с инвалидностью. С хромосомной патологией ежегодно появляются на свет до 25 новорождённых. Вот синдром Дауна. На сегодня по области у нас 215 детей на учёте состоят. Ну это дети родились такими. Мы за последние три года анализ сделали. В основном это возрастные факторы. Вот женщины, которые вы сами, наверное, заметили, которые рожают детей после 40 лет. Мамы солнечных детей просят построить в Актюбе ресурсный центр, который объединит услуги всех необходимых специалистов. В учреждении также будет возможно проводить онлайн-обучение для родителей, психологическую поддержку и юридические консультации. Масштабный проект поможет детям с синдромом Дауна в развитии, обучении и дальнейшем трудоустройстве. Несмотря на трудности, дети с синдромом Дауна вполне обучаемые. Они могут заниматься творчеством, посещать спортивные секции, получать профессию и реализовываться во взрослой жизни. В Казахстане их стараются поддерживать, но пока очень слабо. Молодых людей с ментальными нарушениями берут на работу в кафе, гостинице и даже трудоустраивают в авиакомпании. Лейла Уэс, Вашим Артодобергенов, телеканал Алматы, Актюбе. Десять дней будут праздновать Науры Смирамы в этом году казахстанцы. Мероприятия начнутся уже завтра, 14 марта, с праздника Амал, знаменующего приход весны. С 14 по 23 марта во всех областях, городах, районах, селах пройдет декада Науры Снама. В Министерстве культуры и информации разработали специальный логотип Науры, за который будет украшать народные гуляния и концерты. В столице пройдет около 200 мероприятий. Главный праздник состоится на территории Экспо. В пяти районах города пройдут более 30 праздничных концертов. 21 и 22 марта с 12 часов совместно с Экиматами районов состоятся мероприятия в 12 жилых массивах района Алматы. Также в восьми жилых массивах района Байкунур, во дворах района Сыра Арка, на площадках в Есильском районе и на четырех площадках Нуринского района. На этом наш выпуск завершен. Я напомню, интересными новостями можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!